Привет! Компания «АвтоСтронг» представляет новое подразделение «МотоСтронг», где вы можете выбрать и купить мотоцикл по привлекательной цене. Все наши мотоциклы доставляются из Европы без посредников, имеют все нужные документы и готовы к любым проверкам. Все наши мотоциклы готовы к поездкам. Не нужно ждать начала нового сезона. Мы предлагаем бесплатное хранение купленных у нас мотоциклов. Также поможем с доставкой. Обязательно позвоните в «МотоСтронг» по контактам из описания. Ну а прямо сейчас мы разберем надежнейшую, олдскульную, простейшую трансмиссию JATCO RE4 F04B для Nissan. Встречаю! Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия JATCO была создана для автомобилей Nissan. Сперва она появилась в 1992 году на автомобиле Nissan Maxima, затем на моделях Altima, Quest и на Infiniti i30. В 2000-х годах она применялась на Nissan X-Trail, Altima следующих поколений и также на Nissan Tida. Это относительно простая трансмиссия. За формирование четырех передач отвечают два планетарных редуктора. За переключение передач отвечают пять пакетов сцепления, две обгонных муфты и одна тормозная лента. В гидроблоке пять соленоидов. Полный заправочный объем трансмиссионной жидкости в данную трансмиссию 8 литров. Такое количество удается залить после капремонта. А вот при обычной замене удается слить половину от этого объема и залить 4 литра свежей трансмиссионной жидкости. В эту трансмиссию предназначена трансмиссионная жидкость под маркой Nissan. Но заменителей уже хватает. А теперь о заменителях. В данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость «Ореол АТФ Multitype AA» производства Бельгия. Выгодно ее приобрести вы можете у нашего партнера компании «Армтек» со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на «Ореол», но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является эксклюзивным дистрибьютором масел «Ореол» в Республике Беларусь. Все подробности и ссылки в описании. Трансмиссия джатка считается очень надежной. Это автомат старой школы, тяжелый, живучий, но не особо эффективный. Эти автоматы обычно попадают на ремонт после 300 тысяч километров и в большинстве случаев из-за проблем, связанных с износом муфты блокировки гидротрансформатора. Чем мощнее двигатель, тем быстрее она изнашивается. При износе муфты гидротрансформатора до клеевого слоя очень интенсивно загрязняется гидроблок и появляются вибрации. Вибрации очень пагубно влияют на маслонасос, втулку и сальник вибраций гидротрансформатора. Если масло течет по сальнику маслонасоса, то это верный признак того, что гидротрансформатор уже умер. Гидротрансформатор трансмиссии JATCO блокируется только на четвертой передаче при температуре АТФ выше 40 градусов. Кто же будет помогать нам разбирать эту коробку? Серега! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Так как X-Trail автомобиль полноприводный, ему положена раздаточная коробка, которая отправляет крутящий момент на заднюю ось. Сквозь нее проходит вал на переднюю правую ось. А чтобы раздатка передала привод на заднюю ось, здесь есть угловой редуктор, который состоит из двух шестерен, которые соединены между собой под углом 90 градусов. Вот это обрезанный кардан привода задней оси. Важно понимать, что передние оси соединены с главной передачей через дифференциал. А вот кардан соединен с главной передачей жестко. Фильтр в металлическом корпусе. Фильтрующий элемент металлическая сетка. Джатко любит такие вещи. Продукты износа трансмиссии, а именно фрикционный осадок, собрали на себе магниты. Его здесь немало, но стружки нет. Значит, коробка должна быть в хорошем состоянии. Ну а разобрать нам эту коробку пришлось из-за поломки корпуса. За переключение передач отвечают два шифтовых соленоида А и Б. Они создают четыре комбинации для включения четырех передач. Также есть еще два соленоида стандартного назначения. Это соленоид линейного давления и соленоид для управления муфтой блокировки гидротрансформатора. Эти соленоиды, как правило, выходят из строя первыми при эксплуатации АКПП на горелом и загрязненном масле. Пятый соленоид отвечает за управление специальным комплектом сцепления Overrun. Этот гидроблок успешно противостоит износу. В большинстве случаев его надо хорошенько почистить, тогда он оживает. У вас, наверное, остались вопросы. Отвечаем. Заглянем вот сюда. Здесь два комплекта шлицов. Шлицы под полуоси соединены с сателлитами, а шлицы под раздаточную коробку намертво соединены с коробкой дифференциала. Разобрали маслонасос. Вот это статор, он алюминиевый. Вот это маслонасос. Он стальной. Никакого износа мы не видим вообще. Даже втулка маслонасоса, она же втулка шейки гидротрансформатора, с минимальным износом. Сцепление реверс задействовано на заднем ходу с тормозом Low Reverse. Ресурс этого пакета сцеплений огромен, потому что оно не сильно нагружено. Иногда трансмиссия джатка перестает функционировать из-за срыва шлицов барабана Reverse. Если говорить о состоянии фрикционов, все в полном порядке. Сцепление High используется на третьей и четвертой передаче. Как правило, этот пакет сцеплений сгорает и изнашивается первым. Вместе с ним изнашивается упорный стальной диск. При эксплуатации коробки джатка с пинками изнашивается барабан High, который посажен на входной вал. Состояние этого пакета сцепления хорошее. Обратите внимание, как японцы сэкономили. На девять стальных дисков всего лишь три фрикционных. Тормозная лента задействована на второй и четвертой передачах. При этом останавливается передняя солнечная шестерня. Состояние отличное. Продолжаем разбирать трансмиссию. Вынули передний планетарный редуктор. Вот его солнечная шестерня, которая останавливается вместе с барабаном Low Reverse. А вот первая обгонная муфта. С этими деталями ничего плохого не случается. Задний планетарный редуктор, в отличие от переднего, имеет четыре сателлита, а не три. Иногда у этого планетарного редуктора срезают шлицы. Это происходит на автоматах, которые работают в паре с мощными двигателями. И здесь же находится вторая обгонная муфта меньшего диаметра. С ней проблем тоже не случается. Пакет сцепления forward задействован на всех передачах переднего хода, но на четвертой передаче этот пакет сцепления не участвует в передаче крутящего момента. По состоянию здесь все окей. Здесь же в барабане forward находится пакет сцепления overrun, который носит вспомогательную функцию. Он уменьшает толчки при переключении передач вниз, а также осуществляет функцию торможения двигателя. То есть этот пакет сцепления передает крутящий момент от колес на двигатель. Это сцепление используется на первой передаче в ручном режиме, на второй передаче в ручном режиме при определенных условиях. В драйве на передачах 1, 2, 3. Определенные условия это открытие дросселя меньше, чем на 18%. То есть в этих случаях данная трансмиссия позволяет тормозить двигателем. По состоянию здесь тоже очень хорошо. Сцепление low-reverse используется на заднем ходу и в ручном режиме на первой передаче. По состоянию здесь тоже все огонек. Ну что, разборка закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссия довольно интересная, возможно надежная, потому что за все время ко мне ни разу не попадала. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».